Доброго дня! Я рада вас летать на своем канале. Ну что, девчата, сегодня среда, а это значит, что сегодня отчетный день в моем бесплатном мотивационном марафоне «Новая версия себя». Поэтому каждую свою тростиночку я приглашаю отчитаться в марафоне в комментариях. И каждую среду вы можете это все прекрасно наблюдать. Есть на моем канале плейлист, который называется «Новая версия себя». И, пожалуйста, переходите, читайте и мотивируйтесь. Также я хочу пригласить такой, знаете, эксперимент. Я вот 10 дней назад придумала на своем канале такой марафон, где я вот прямо так, девчат, взяла свои такие цепкие руки. И таким образом мы марафонили 10 дней. Это был немножко не такой марафон, как эти три года. То есть это была группа единомышленников, группа людей, которые стройнили и хотели иметь результат. Но цель этого 10-дневного марафона была не сам результат. Да, результат на весах – это как бы такое побочное действие, да, то есть результат работы. Моя цель была, девчат, направить на то, что это осознание, это уже образ жизни. И вы знаете, когда я пришла, я сегодня также покажу свой результат на весах. Я нахожусь сейчас на удержании своего результата. И об этом тоже хочу немножко сказать. А также вот я вам покажу и расскажу результаты анализов, которые я сдала вот недавно. И решила поделиться именно в этом отчетном видео, потому что я считаю, что это будет такой очень классной и крутой мотивацией. Именно вот анализы. Я очень хочу, чтобы и для вас ваши анализы стали вашей же мотивацией. Когда вы мне спрашиваете, вот я не могу похудеть, что делать, как быть, я не могу похудеть. Вот, кстати, это для меня очень крутая мотивация. Я вам об этом уже неоднократно говорила. Так вот, девчата, кто был в 10-дневном марафоне, я вас также прошу написать свои результаты за 10 дней. У нас марафон закончился в субботу. Соответственно, люди еще не знают, еще не замотивированных у нас очень много. Поэтому обязательно напишите свои результаты. И напишите ощущения. Как ваши ощущения после такого марафона? Когда девчонки увидели свои результаты, они сказали, еще хотим марафон, еще хотим марафон. Но, к сожалению, людей очень много. На тот момент 300 с чем-то, с хвостиком человек. Активных было там 150 с чем-то тоже. Девчата в чате общались. И я вижу, что я физически не вывожу это все. Вот, конкретно уделять каждому человеку внимание. И, фактически, по вашей просьбе, мы пошли на двухнедельный марафон. Он сейчас стартанул 6 февраля. Поэтому через 2 недели я обязательно с вами также поделюсь результатами своих тростиночек. Поэтому, вот, девчата уже пишутся на следующий марафон. Он будет где-то в конце февраля, начале марта. Поэтому, ну я об этом буду говорить, поэтому, слушай, ждите, ждите анонса. Сейчас мы вот пошли на двухнедельный марафон. Ну и, девчонок, я тоже хочу попросить написать свои ощущения. Да, это уже непосредственно наша с вами совместная работа. И я хочу сказать, что этот марафон мотивационный. Мотивационный в плане того, что я в своих марафонах хочу донести до людей, что это образ жизни. Питание вы можете каждый под себя отрегулировать. Питание это не сложно. Мы прекрасно понимаем, что работает только дефицит калорий. И работает правило тарелки. В моем случае, именно то, что я пропагандирую на своем канале. А это интервальное голодание. Именно оно мне помогло прийти к результату минус 57 килограммов. И вы знаете, тоже хотела поделиться таким ощущением. Недавно, хотя я уже в процессе 3 года, недавно ко мне пришло осознание того, что я делаю. И вот вчера у нас была встреча с подружками. Одна из моих подруг, она сейчас вымушена. Вымушена выехала. И сейчас приехала. Нужно кое-какие дела решить на свой страх и риск. Потому что она вывезла ребенка, вывезла детей, вывезла внука. И вот она вернулась домой. И мы, естественно, встретились. Встретились у меня дома. Пришли мои подружки. И вы знаете, если раньше... Вот я... Почему я об этом говорю? Я очень боялась. И, наверное, это было где-то на протяжении 2,5 лет. Я нахожусь сейчас в трудности в процессе около 3 лет. И у меня был страх. Не дай Бог, я пойду на день рождения. Или не дай Бог, я где-то там встреча с подружками. И не дай Бог, мне там чего-то лишнего съесть. И вы знаете, я начала работать в этом направлении. Я для себя прекрасно поняла, что похудение — это 50% питания, которое мы с вами можем вот так вот откорректировать. Просто нужно работать, нужно ковыряться, грубо говоря, в своей тарелке. И понимать, что там есть, чего там нет, чего хватает, чего не хватает. И вот я чётко уверена, что когда максимально сбалансирована тарелка, когда там есть немного белков, немного жиров, немного углеводов, тогда и будет результат. Когда организм, получая всё, что необходимо, его уже не потянет в сторону, чтобы где-то что-то подхомячить. Это будет, но это будет уже не голод, а это будет аппетит, собственно, с чем мы сейчас и работаем на марафоне с девчонками. Поэтому вот когда, знаете, я очень хочу, чтобы у моих зрителей так же вот так всё разложилось по полочкам. И сейчас для меня встреча с подружками или где-то, ну вот какие-то форс-мажорные обстоятельства, для меня это сейчас абсолютно не проблема. Потому что я прекрасно понимаю, что да, мы встретились, да, я съела кусочек пиццы, да, я съела два кусочка пиццы, о боже, я их съела в 7 вечера. Мы разошлись очень и очень поздно, мы буквально до 11 часов сидели, не могли наговориться, и это не проблема. Проблема, когда это делается часто, ежедневно. Проблема, когда эти вредные продукты едятся ежедневно. Вот тогда эта проблема, и это перерастает в лишние килограммы. А когда это разовая акция для организма, вот тогда и будет результат. Вы знаете, вот как-то, наверное, всё-таки пришло осознание, что ты и как делаешь. И вот с этим осознанием мне уже намного легче сейчас идти по этому пути. И для меня фактически удержание результата — это абсолютно не проблема. Это уже понимание, что ты делаешь. Ну вот мы с вами так медленно подошли к тому, что, собственно, меня мотивирует. А это, конечно же, анализы. Вы знаете, когда я начинала вести свой YouTube-канал, я же человек с открытой душой, да, и вот рассказывала. Девочки, смотрите, какие у меня анализы. У меня вот тут зашкаливает, вот тут зашкаливает. Вот тут завышенные какие-то цифры. И мне тогда писали, Лена, зачем ты нам это всё рассказываешь? Зачем нам нужны твои анализы? И потом постепенно, постепенно я поняла, что это мотивация. Потому что вот с каждым разом, даже если вы взятие, да вот элементарно. Что им элементарно? Ну давайте возьмём ТТГ, да. Вот, и кстати, я вам хочу очень порекомендовать. Обязательно постарайтесь, когда вы начинаете свой путь к стройности, сдать вот самые такие рядовые анализы. А это УЗИ щитовидной железы. Ну, будем откровенны, мы здесь собрались все девочки такого прям красивого и шикарного возраста. Да, вот 40 плюс и выше, и выше, и выше. И, возможно, многие из вас сталкивались, что вроде делаю всё правильно, а не худею. И кушаю правильно, а не худею. И вот в этом случае к нам с вами приходят, конечно же, анализы. Конечно же, результаты анализов. И, возможно, есть какие-то нарушения в щитовидной железе. Возможно, есть какой-то гормональный сбой. И вот нужно искать не выявлять последствия, да, а искать причину. И когда ты уже знаешь, что что-то с гормонами, возможно, не так, или с щитовидной железой, уже в этом направлении, вот здесь, вот знаете, как подрихтовать питанием, это всё можно отреставрировать. Я прям как художник с вами разговариваю. Так вот, я хочу сказать, что все показатели на начало моей стройности, это был вес 137 килограммов, они все же зашкаливали. Сейчас, вот на данный этап, на данном этапе, при сбросе 57 килограммов, с каждым разом анализы всё лучше, лучше и лучше. И что я хочу сказать. Когда я прошла много врачей, скажем так, я смотрела себя со стороны гинеколога, со стороны эндокринолога, не эндокринолога, а со стороны УЗИ, сделала щитовидной железы. Также не забывайте про молочные железы, потому что в этот момент у нас с вами тоже могут быть определенные неприятности, поэтому старайтесь об этом не забывать. Так вот, когда я была у гинеколога, хотела сдать всё подряд, и ТТГ, и Т3, и Т4, чтобы всё выявить, посмотреть. И после УЗИ щитовидной железы, а у меня узловой зоб. То есть это у меня уже, со мной идёт из года в год. И я это, ну, постоянно контролирую, да, свои щитовидки, узловой зоб. То мой гинеколог, она сказала, что не будем мы делать. И потом я, когда была на УЗИ щитовидной железы, УЗИст, сказал, вам Т3, он просто не нужен. Гормон Т3 в данном случае на основе ваших анализов, он абсолютно не нужен. И я сдала ТТГ и Т4. Я вам хочу сказать, что все результаты, все показатели, все в норме. То есть если у меня это всё зашкаливало, то сейчас всё в норме. И к чему я это говорю? Я говорю это к тому, что именно исключив весь этот трэш, который есть, который был у меня, да, в моём рационе, убрав вредные продукты, заменив их на полезные, заменив на запечённое, отварное, не на копчёное и не на жареное, вот и будет результат. То есть очень важно поменять пищевую корзину. Значит, вы у меня гликолизированный гемоглобин, как он поменялся? Показатели тоже зашкаливали, но сейчас, вот и просто, девчат, если бы я немножечко, ну, скажем так, разбиралась в цифрах, да, вот этот общий белок столько-то, допустим, если взять креатинин столько-то. Все анализы, то есть все показатели, которые есть, они все в норме. То есть я пошла к своему врачу, и на основании этих анализов они сказали, тебе можно в космос. Поэтому я вас хочу в очередной раз, в очередной раз натолкнуть, настроить и направить на то, что обязательно нужно контролировать анализы, потому что именно те химические процессы, которые происходят в нашем организме, они могут в некоторых моментах даже нам с вами тормозить стройность. Поэтому вот старайтесь, знаете, лучше вот это исключить, потому что не зная вот, что у тебя в организме происходит, мы психуем, мы бросаем, вот вроде начинаем все хорошо, а потом начинаем это все дело бросать. Вот не бросайте, лучше постарайтесь обязательно контролировать свои анализы, и обязательно вы увидите результат. По поводу сахара в крови все ок, инсулин ок, холестерин ок, глюкоза ок. Ну, короче, девчата, это настолько меня вдохновляет, что я хочу, чтобы именно моим опытом вы зарядились, именно мои мотивации вы зарядились, и обязательно вы получите также результат, который, собственно, получила я. И сейчас я от этого кайфую, кайфую от того, что все анализы ок. Ну и, конечно же, сейчас я вам покажу свой результат поясам за неделю. И я уже жду ваши результаты, и я уже горжусь каждой из вас, потому что вы должны помнить, что вы богиня и вы простиночка. Смотрите. Так, сегодня среда, 8 февраля. Мой отчетный день. Неделю назад мой вес был 79,100. Прошла неделя, мой вес... 70... Сколько? 79,200. Ну что, полет идет нормально.